Макушка лета в этом году выдалась зеленой в полном смысле слова. Уже середина июля, а наша любимая земляника садовая только-только начинает приобретать румянец. Так что мы, возможно, опережаем события, но ненамного. Здравствуйте, дорогие друзья, о землянике и о сладко-вкусно-отсвежающем десерте. Сегодня пойдет речь. Детскую песенку про солнышко, тропинку и сладкую ягодку-малинку, оказывается, можно отнести к научным истинам. Малинка – ягодка, а земляничка – нет. Земляника – ложный плод с настоящими плодами-семечками на поверхности. Ложный плод звучит, согласитесь, так себе, но разросшиеся цветоложи еще хуже, а посему дальше. Известно, земляника давно, а разводить ее начали лишь в 15 веке, до той поры, что, называется, претензий не было. Хорошо растет, успевай, собирай. А вот история нам теперь привычной земляники садовой берет начало еще позже, в 18 веке. Француз Ферзье из дальних странств и воротяйс из Чили привез на родину несколько кустиков тамошней ягодки. Посадили ее в ботаническом саду рядом с земляникой в Бергинской, произошло опыление и, как следствие, наша искренняя к ней любовь. Даже примета есть такая – собираешь землянику, молчи и загадывай желание. Если не проронишь и слово – желание сбудется. А вот о десерте, который сегодня готовим, хотя бы пару слов оборонить все же придется, обещано. Сливки, сыр, творог, творожный сыр – все это популярно вкусные спутники земляники или клубники, как мы ее еще называем. Кстати, клубника, как выясняется, тоже земляника, земляника мускатная. А чизкейк, а мы о чизкейках, как раз сырно-творожный десерт. Так вот, несмотря на то, что принято считать, что первый чизкейк был приготовлен в Нью-Йорке в начале 20 века, масса источников утверждает, что родина чизкейков – Древняя Греция. Дескать, еще во времена первых Олимпийских игр на острове Делос в 776 году до нашей эры атлеты лакомились чизкейками для поддержания и восстановления сил. В принципе, почему бы нет, правда, для большей правдоподобности, может быть, не лениться и почаще термин «чизкейки» в таких вот контекстах менять на охлажденные пироги из пшеничной муки, сыра и меда. Ну, с кем не бывает. Мы вот тоже сегодня поленились, приготовили ленивый чизкейк, чизкейк в бокалах, но это вкусно. Чизкейк в бокалах. Печенье измельчить в крошку при помощи блендера. Творожный сыр взбить с постепенным добавлением жирных сливок. Ягоды прогреть в сотейнике на небольшом огне с добавлением воды и сахара. Далее добавить еще воды с размешанным крахмалом. Готовый кисель остудить до комнатной температуры и все уложить слоями в бокалы печенья, творожный крем, ягодный кисель. Слои можно повторить, украсить ягодами и листьями мяты, полюбоваться красотой, поздравить себя с началом ягодного урожайного лета и пожелать приятного аппетита. Приятного аппетита! С вами была Жанна Соловьева. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok